Все, заработало. Добрый день, коллеги. С нами сегодня Юрий Свящев, город Харьков, в своей передаче, которая называется «Фрактально-волновой анализ». Юрий, приветствуем вас. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Всех приветствую. Ну, что интересного у нас на рынке фрактально-волнового анализа, на что смотрите, на чем посоветуете тоже нам остановиться, задуматься. Давайте на белой полосе нажмем «Скрыть». Все отлично. Вам слово. Сегодня речь больше пойдет о том, что было на прошлой неделе, и меньше мы будем говорить, что нас ждет впереди. Дело в том, что основное движение прошло в пятницу, и сейчас, вчера-сегодня, рынок ищет, куда мы пойдем дальше. Начнем с такой пары, как фунт-доллар. На прошлой неделе мы говорили о том, что мы ждем похода вниз. Поход действительно, движение вниз состоялось. Я входил в сделку здесь, и второй раз где-то здесь. Можно, можно оборот. Вот. Я ожидал, конечно, движения довольно сильного, но этого не произошло. Сделку я закрыл где-то здесь. Когда вот здесь началось движение непонятное, и я сделки закрыл. Почему? Потому что я ожидал, что вниз пойдет третий-третий, то, что называется. Если бы это случилось, то мы могли пойти довольно далеко. Мы могли пойти как... Здесь остановится первая точка, но если бы мы ее пробили, то мы пошли бы гораздо ниже. Но этого не случилось. Цена пошла вниз, и затем развернулась и пошла вверх. Что это за движение в режиме реального времени, мне было непонятно. Поэтому я в сделку не входил. На данный момент, как видим, движение закончилось. Какая рекомендация? От откатов покупать. Но я не покупаю, поскольку, как я говорил, я работаю в третьей волне. Если бы здесь была немножко другая ситуация, я бы, конечно, здесь купил и что-то заработал. Но я не входил в сделку. Сейчас, что может быть, развитие дальнейшей вверх, и на меньшем таймфрейме нужно искать точку для покупок. Вполне реально можно зайти в сделку и что-то заработать. Но цели не определены. Не исключено, что мы пойдем вниз. И что дальше, честно говоря, с позиции H4, что дальше, что это было за движение, мне непонятно. Поэтому и я для себя жду развития событий в дальнейшем. Но предположение изначально было, конечно, верным. Но жалко, что не состоялось движение. Мы могли хорошо заработать. Евро. По евро подобная ситуация также была. Мы ожидали движения вниз. Движение вниз, как видим, не пошло так же, как и паре фунт-доллар. Прошел разворот, и мы пошли вверх. И опять же, это движение мне непонятно и по данным моментам. Что ждем в дальнейшем? Давайте посмотрим H4. Здесь, как видите, ситуация неопределенная. Мы входим вокруг средних. Мы можем пойти как вверх, так и вниз. Поэтому здесь та же рекомендация. От откатов ищем точку входа на бай. Ну, а там смотрим на мелком таймфрейме свои цели. Но я предполагаю, могу допустить, что может образоваться коррекция вот такого вида. Довольно протяженная. То есть будет флэт. Ну, сейчас вот лучше видно по евро, чем по фунту. Сейчас мы можем вот болтаться в узком коридоре, и только потом пойдем хорошо вверх. Но если свалимся вниз, значит вниз. Смотрим уже дальнейшее движение. Но сейчас пока рекомендация, ищем точки входа на бай, на мелком таймфрейме. Новозеландец. Новозеландец, опять же, мы видим, что на V1 мы находимся в широком ценовом коридоре. Несмотря на то, конечно, он достаточно широкий, можно заработать. Но, опять же, мы находились на прошлой неделе, вот я сейчас изображу, в этой области. И было непонятно, куда мы пойдем, вверх или вниз. Ну, видите, пошли вниз, и затем резко пошли вверх. Что сейчас? То есть сделку здесь открывать было рискованно. Если честно сказать, я вот здесь открыл сделку. Но здесь было всего лишь каких-то 20, нет, не здесь, 20 пунктов вот здесь, в этой области. И цена дальше развернулась. Что сейчас? Сейчас вот хорошая точка на бай, поэтому желающие могут прямо сейчас зайти. Но, опять же, мы работаем в рамках широкого флэта, поэтому рассчитывайте свои цели на мелком таймфрейме, на M15, например. Если говорить о более широком движении, то я здесь наберусь, что-то сказать просто, идем за рынком на мелком таймфрейме. И основная сделка – это сделка бай. Австралиец. Аналогичная ситуация, но здесь, если рисовать, то здесь можно нарисовать более красивый фрактал. И отсюда открыть сделку. И не исключено, что это уже третья волна, вверх идет третья волна. Если для новозеландца там непонятно, то здесь, если так изобразить, то может пойти третья волна. Поэтому входите в сделку, ставьте стоп-лосс и ждите, что будет дальше. Но опять же, мы находимся в широком флэте, мы можем опять же пойти как и вверх, вот дальше вверх, но также можем сходить вверх, а потом резко обвалиться вниз. Потому что основное – это движение по австралийцу на B1 вверх, то есть тренд направлен вверх. Поэтому, соответственно, нужно смотреть. Мы находимся по всем инструментам сейчас вот в такой неоднозначной ситуации. Франк. Доллар-франк. Здесь ситуация была следующая. Неделя назад. Я открывал, говорил здесь, что мы, вот это движение вниз закончено, и мы пойдем вверх. Вот в этой точке. Но движение вниз состоялось, состоялось вниз, и я все равно стоял на своем, что мы ждем движения вверх. Движение вверх действительно состоялось. Я сделку здесь открывал. Меня благополучно вынесло по стопу. Вот. И дальше движение развивалось довольно такое спокойное движение, и было понятно, что мы пойдем вниз. Мне об этом говорили в среднем, потому что раскрылся веер в среднем, и было понятно, что мы пойдем вниз. Но вопрос остался в том, как далеко мы пойдем, поскольку с точки зрения, если взять и просто посчитать волны на основе волнового анализа, то это, скорее всего, идет вниз в пятый. А если вниз в пятый, пятый, а в третий. Если вниз идет пятый, а в третий, то цели движения нужно рассчитывать на основе, уже внутри самой пятой, но движение довольно сложное. Здесь что-то рассчитать было сложно. Но сделка была открыта, я ее перевел без убыток, и до конца дня она спокойно дошла. Но что это за движение, пока мне непонятно. То есть изначально я предполагал, вот пункт терной линии обозначено, что вот эта коррекция была, и мы пойдем вверх. Но после того, как мы свалились сейчас вниз, я уже, как видите, сделал заново. То есть первая, вторая, третья. Но вот дальше рекомендация такая, тоже так же, как и по другим инструментам, от отката продаем. Но движение, это непонятно, что это такое, почему. Давайте посмотрим график D1. То есть здесь очевидно, что тренд направлен на старшем тайфрейме вниз, но мы находимся, ой, прошу прощения, находимся в коридоре. Как видите, уже одна тройка была, вторая, третья тройка, еще одна тройка. И здесь вот, почему я предполагал, что он подернется. Здесь был достаточно большой диапазон на бань, и мы его не прошли, не дошли туда. Поэтому не исключено, что мы находимся в довольно сложной коррекции, и можем как пойти вниз, так и нет. Поэтому будьте осторожны. Открываем сделку на сел, но обязательно ставим там стук лосс и, скажем, М15. Открываем сделку и смотрим за развитием событий. То есть основная сделка сел. Но мы находимся, опять же, в коридоре. Если мы пойдем дальше, то мы можем, конечно, хорошо пойти. Что касается фронта, что бы я хотел еще обратить внимание. Для фронта характерно то, что он находится довольно долго, с 2011 года, в вот таком протяженном коридоре. В ценовом коридоре. В любом случае, выход из этого коридора будет довольно мощный. И те, кто повезет и удачно станут где-то в сделку, могут хорошо заработать. Поэтому, конечно, мы-то не знаем, куда пойдем. Вверх или вниз. Вот сейчас, пока мы вблизи, вот, мадженда линия проведена. Это нижняя храница примерно коридора. Мы можем хорошо пойти вниз. То есть, кто попадет в эту сделку удачно, конечно, она будет хорошей сделкой. Каналец. По канадцу аналогичная ситуация. Я предполагал также, что мы пойдем вверх. Движение вверх состоялось. Но сделку я здесь не открывал. Почему? Потому в отличие от франка. От франка была коррекция. И от нее я открывал сделку БАИ. Здесь коррекции не было. Цена просто пошла вверх и пошла вниз. Но здесь было уже не очевидно, что мы пойдем вниз. И можно было легко предположить, что мы будем идем далеко вниз. Почему? Потому что это движение по тренду волны старшего волнового уровня. То есть, мы уже пошли сюда. Но чем является это движение, опять же, непонятно. Давайте, ну, во-первых, что делать дальше, сразу скажу. Точно так же, как и доллар-франк. Мы от отбатов ищем сделку на продажу. Но, опять же, следим, куда мы... Что может быть произойти разворот. Почему? Объясняю. Давайте посмотрим на Д1. Если вот это движение вниз, которое большое прошло, это тройка первого. Один, два, три фрактальчик. Так? То это одно. Если же пошло еще одно движение, четвертое, пятое, это другое. Либо тройка, либо пятерка. Но в обоих случаях мы работаем по тренду волны старшего волнового уровня. Поэтому, конечно, мы можем хорошо провалиться. Но если это пятерка, то дальше формируется, если вы даже проведете трендовую линию, например, здесь, увидите, что это, может быть, и началась коррекция протяженная. И поэтому мы можем, скажем, легко отскочить от нижнего уровня, от вершины этой волны. Например, и пойти вверх. И начнет формироваться коррекция протяженная. Поэтому это случай такой вот. Будьте внимательны. Но если у нас была тройка, это, вот эта вторая волна, то вниз, как вы понимаете, мы можем пойти достаточно далеко. И поэтому, конечно, рассчитывать на то, что он по нем далеко не стоит. Но идея такая, что если сработает второй вариант развития событий, то, конечно, мы пойдем далеко, но не сразу. Потому что сейчас движение вниз, вот в этом фрактальчике, который изображен, желтая линия вниз. Скорее всего, он уже почти так, судя по диапазону, сколько прошла третья волна, закончен, заканчивает, да, мы что-то можем пройти вниз. Но потом должна начаться коррекция, коррекция будет идти какое-то время, и уже потом пойдет следующая волна. И вот в ней, если она окажется третьей волной для продолжительного движения вниз, можно хорошо заработать. Так, но сейчас пока продает, ну, челю, трудно сказать, иена. Ну, иена сейчас, как, был вариант похода для вверх, я даже здесь открывал сделку, вот в этой точке, у меня выпило по стопу. Сейчас уже этот фрактал, можно сказать, закончен, поэтому здесь, что, ждем, предполагаем, что это первая волна, ждем коррекцию, сейчас от нее уже ищем сделку на цел, если она состоится. Но иена уходит очень неподсказуемо, поэтому мы можем легко сейчас пойти вверх, и наши планы поменяются. Так, ну, по валютным парам все. Ну, золото находится в такой же ситуации нехорошее, потому что идет вот, золото бегает, ходит вокруг средних, то есть направление тренда сейчас не определено. Ну, на мелко, в то время, конечно, как видим, можно открыть сделку на бай, и, учитывая структуру первой волны, которая вверх, то такая же структура будет, скорее всего, и в третьей волне. Поэтому вот это движение, на этом движении можно заработать. Но в целом, куда мы пойдем по золоту, опять же, та же ситуация, что по другим инструментам, мы находимся в рамках коррекции. То есть в диапазоне широком, и пойдем влевать к этой волне, это будет первая волна, потом коррекция протяженная, либо наоборот, мы пойдем вверх, сейчас сказать сложно. И, ну, по нефти я ничего сказать не могу, потому что здесь, видите, переплетение полное, а я стараюсь работать по тренду, поэтому что-то сказать, говорите, я не берусь. Фунт иена еще, я работаю, у меня один кросс. Значит, здесь какой вариант предлагаю? Дождаться вот такой вот развития событий. Если вот упадем где-то вот сюда, вот с иеном, то отсюда будем покупать. Если же, ну, уже только по консервативной методике. Подождитесь момента на мелком плавфреме и входим в сделку на байк. Если же провалимся вниз, соответственно, мы идем вниз. Но это я и в прошлый раз говорил, потому что здесь два варианта. Либо вот это первая волна у нас до похода вниз, либо, с точки зрения D1, это вот третья и хорошая волна пойдет вверх. Здесь ситуация. Есть два варианта, но они оба хорошие, но нужно, ну, войти в сделку. Пожалуй, все, что я хотел сказать на Форексе, то есть работа на мелком плавфреме. Либо продаем, либо покупаем. По франку, канадцу, по франку, канадцу и по франку. Продаем по фунту и евро. Покупаем на мелком плавфреме. На срочном рынке. На срочном рынке ситуация довольно непростая. В прошлый раз я говорил, у меня была открыта сделка на паре по Газпрому. Но вышли новости по Газпрому. Если не ошибаюсь, это было решение польского суда. Суда Польши плохое, нехорошее решение для Газпрому. И как раз после выхода этих новостей пошло движение вниз. То есть это было новостное движение. Но я рассчитываю, что мы вернемся. Я вошел в сделку. Здесь небольшой объем, поэтому я на это переживаю. В целом я, конечно, предполагал, и пока остаюсь при своем мнении, что мы пойдем вниз. Но это движение против средних, против тренда. Поэтому для того, чтобы входить в сделку, необходимо, чтобы были созданы соответствующие условия. Сейчас просто брать отсюда и покупать нельзя. Мы работаем против средних действий. Смотрите. Я сделки такие стараюсь избегать. Но вот была открыта сделка. Надеюсь, что она... По крайней мере, я могу сказать, что вот сюда мы можем точно зайти. И здесь не исключено, что я просто закрою сделку. Потому что мы можем и не пойти дальше вверх. Сбербанк. Сбербанк. Ну, здесь движение довольно накрученное. И мы находим... Я предполагаю, что мы идем вверх сейчас. И пока остаюсь при своем мнении. Опять же, я небольшим объемом зашел. Поэтому даже если сработает стоп-лос, ничего страшного нет. Но если мы сходим, я возвращаюсь к тому, что неделю назад сходим сюда. Вот в эту область. То мы оттуда можем свалиться сразу вниз. Так. Доллар, рубль. Значит, если бы мы походили вот здесь еще немного, вот примерно здесь, я бы открыл бы эту сделку на бай на прошлом неделе. Но этого не случилось. Цена упала вниз. И сейчас единственное, что можно делать, но это так, на любителя, это работа против тренда. Можно продать, и мы пройдем здесь... Какое-то вот расстояние. Ну, не маленькое, кстати. Вот. Почти тысяча пультов. Вот отсюда можно продать. Ну, ставьте стоп-лос. Ну, это движение против тренда. Даже если мы сюда пойдем, мы все равно, скорее всего, вернемся и пойдем по направлению тренда старшего уровня. Основное движение будет у нас вверх. Вот давайте посмотрим. Сейчас на форекс это покажу. Просто там у меня разметка есть. Была первая тройка, вторая. Здесь движение закончилось. И сейчас уже явно, что мы можем сходить вот вниз, а дальше нужно опять смотреть. То есть я не могу ничего сказать. Для этого... То есть, конечно, остается основное направление это вверх. Поэтому, если мы возьмем, пробьем отсюда, сюда упадем, то мы сходим сюда вверх. И уже отсюда мы ищем точку для входа на барь. А пока мы можем пройтись вниз. Так. И индекс РТС. Индекс РТС, я считаю, что он пойдет вверх. Ну, видите, довольно долго он собирается идти вверх, но пойдет вверх. Как минимум вот... Вот этого уровня. Пожалуй, все, что я хотел сказать, Игорь Николаевич. Понял вас. Спасибо большое. Давайте остановим демонстрацию рабочего спала. Посмотрим вопросы. Илья Кравцов, Волгоград. Юрий, как это? Не знаете, куда пойдет? Вы же делаете анализ. Предположение хотя бы должно ведь быть. А как указать по Канаде? Три или пять? Куда вставать? По Канаде... По Канаде наиболее простой вариант. Действительно. Здесь не важно, была это тройка или пятерка. В любом случае это движение вниз. Поэтому не важно. То есть вы найдете точку входа на сел. От отката. И открываете и продаваете. Но движение, просто цель движения довольно непонятная. Либо если это была пятерка, то мы дальше, мы находимся в условиях ценового корректора, и может отскочить от вершины к этой волне. Если же это была тройка, то дальше тоже может пойти. Тройка очевидная. Вот она может пойти гораздо дальше. Но в любом случае тренд направлен вниз. Поэтому сейчас только подойдет. Я понял. Потому что если эта коррекция большерокая, то тогда в любой момент может развернуться в принципе. Может такая некрасивая фигура, как треугольник сходящийся. Конечно, если вы в него попадете, то, конечно, можно застрять. Ясненько. Поняли, Юрий. Спасибо вам большое. Какой была ваша торговая неделя, прошедшая со вторника по вторник? Активно торговали? У меня было две сделки. По Канаде и по Франции. Я понял. Они плюсы. Они плюсы. То есть у вас положительный финансовый результат за неделю, что, конечно, замечательно. Ну, если не считать срочный рынок, где открыты сделки по Сбербанку и Сбербанку. Ну, нет. Я в данном случае имел в виду то, что мы с вами обсуждали. Кстати говоря, а на срочном рынке сейчас, в моменте, у вас есть какие-то сделки открытые? Ну, вот открыты по Сбербанку и по Сбербанку. Они открыты. Они так еще и открыты и есть. Я понял. Да. Но я, поскольку это движение против тренда, то там небольшой объем. Я когда вхожу, открываю сделку против тренда, то это объем в 2-3 раза меньше, чем если бы я открывал сделку по тренду в тех же условиях. Да, да, это мы поняли. Ясненько. Ясненько. Кстати, как вы закрываетесь, вот глядя на эти сделки, вы на каком-то уровне готовы частично крыться, признавать, так сказать, ошибки? Или будете сидеть, пересиживать до последнего? Как вы действуете? Ну, вот сейчас я по Газпрому сказал, что если цена у тебя показала там уровень, я далек туда, я не исключено, что я закроюсь. А, даже не частично, а полностью, да? Полностью закроюсь, потому что это движение против тренда, и оно будет фотообразным, скорее всего, с глубокими откатами, поэтому задержать можно. Я понял, но у меня вопрос больше, наверное, шире был такой. В целом вы частичное закрытие сделок допускаете у себя в практике торговой или редко, как бывает? Частичное? Да. Вы знаете, как правило, нет. То есть вы или-или, вот или идем, или нет. Да, я рассчитываю, куда мы пойдем. Нет, можно, конечно, нет, но если хорошо попасть, скажем, по канадцу, да, хорошо попасть, и вдруг действительно это пойдет вниз хорошо, либо по тому же, по той же паре, как фунт-доллар, вот там я сказал, что движение непонятное, но не исключено, что это окончание коррекции, и вниз пойдет большая волна, то в рамках этой волны можно действительно хорошо открыть сделку большим объемом, и вот там по частям закрывать. Вот по-моему. Я вас понял, ясненько. Ну, просто я имел в виду, что у нас много трейдеров достаточно, кто вообще, в принципе, входит тремя сделками, как-то почему-то так принято, лесенкой входит, и потом лесенкой выходит. У вас нет, у вас, вот вы определили направление, вы можете, в принципе, частично, да, но для вас это не основной метод торговли, как для некоторых других трейдеров. Ясненько, поняли вас хорошо, спасибо. Как вообще ведите эту неделю, волатильная, неволатильная, как настраиваетесь? Ну, вот сейчас идет выбор, по внутренней паре идет выбор направления движения, на самом деле. Вот если мы пробьем эти уровни, которые я сказал, которые вершили там пятые волны, или, то тогда мы пойдем сразу, пойдет движение, а если мы покажем, это какая-то коррекция, то мы будем в рамках этой коррекции. Но здесь уже все равно совет остается тем же самым. Открывайте сделки по тренду волны старшего уровня. В общем, сегодня день может быть таким решающим, выбирающим, понятно. Старший волновой уровень – это общая теория волнового анализа, или это что-то, что вы для себя определили, исходя из опыта торговли? Или есть теории в учебниках? Вы знаете, я сейчас затрудняюсь даже сказать. Если это волновом анализе, просто я книжку «Волновый анализ» давно читал, поэтому… То есть я не удивлюсь, если это чисто ваше вот такое… Нет-нет-нет, это вообще принято, это используют многие такой терминологии. Я не исключаю, что она волновом анализе также используется. Просто волновом анализе рисуются волны, первая, вторая, а по-моему, тоже старшего уровня. Или такого-то уровня. Нет, ну там просто рисует… Вот, спасибо, Александр Борисович, присутствует сейчас и вот. Помните, он все это очень детально и красиво делал великолепную разметку. С точностью, вот это действительно классический волновой анализ. Если вы возьмете из архива, то там действительно великолепно все это разрисовано, и в буховке все это расставлено. Ну, это уже на историю, конечно, хорошо смотрится. В режиме реальных торгов, конечно. Нет, понятно, что… Нет, ну мы-то строим прогнозы на основе истории, естественно. В этом суть технического анализа. На основе предыдущих данных строить, смотреть вперед. Если без предыдущих данных, то это фундаментальный анализ, естественно. То есть, как бы, вот… Если объяснять, так сказать, влияние какими-то событиями, не из технического анализа. Поняли вас? Так сказать, вы почувствовали, как вы укусили Александра Кравчука? Вы поняли все? Нет, я наоборот, только хорошее. Потому что, если кто-то захочет изучить волновой анализ классический, то обратитесь в архив Игоря Цуковца. В том, где Александр Кравчук и его разведка. Великолепная разведка. Поэтому не надо где-то еще искать. Я понял. Ну, в архиве, да, там много, там около 6 тысяч видео, поэтому не так просто это сделать. Но пробить Александр Кравчук, и все ролики, естественно, тут же найдутся. Юрий, поняли вас? Спасибо вам большое за ваши обзоры, комментарии по практике торговли. Желаем вам хорошего дня и успешной торговли сегодня. Спасибо взаимно. Всем до свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok